Так, всем доброе утро. Hello, good morning. Good morning to you. Так, дорогие друзья, всем привет. Сейчас все присоединяются, пока мы присоединяются к уроку. Мы продолжаем изучать великую мудрость. Сегодня мне пришла такая мысль с утра, чтобы... Но я посоветую с травинами, можно это делать или нельзя. Может быть, проводить урок... Вот Яков Шатанин хорошо, что первый вышел. Можешь тоже спросить? Может быть, проводить этот урок на моей личной странице? Там будет больше людей. То есть, больше людей получат свет Торы. Или все-таки только для избранных, можно так сказать, на портале ВАИКРа, на странице ВАИКРа, чтобы меньше людей узнавало. Но именно те, что надо. На ВАИКРу в основном Тору обязаны изучать евреи. Это обязанность просто. Нет вариантов. Как сказал Раби Тархон Пертьявот, что ЛОЛЕХАМЛАХАЛИГМОР НЕ НА ТЕБЕ РАБОТУ ЗАКОНЧИТЬ ВЕ ЭНАТА БЕН ХОРИНЛИ ВАТЕЛЬ МИМЕНА И ТЫ НЕ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛЕК, ЧОБЫ ОТНЕЕ ОТМАХНУТЬСЯ. То есть, евреи-то рабы у Бога. То есть, рабы обязаны. Да? Кто тут евреи? Алекс Поделка. Все. Это все. Народ как бы рабами были у фараона в Египте. Потом Бог нас вытащил, и мы обязаны работать. Теперь все остальные люди, они не обязаны. Они могут взять на себя эту обязанность. И если они захотят идти в рабство к Богу, то они могут, конечно, взять на себя Тору и стать евреями. Да? Или они могут, как там, если они идут какими-то другими путями к Богу. Есть пути мусульманства, есть пути христианства. Все идут к Богу, все ищут Бога, все ищут близости с источником мироздания, с Создателем. Но, как бы, те пути я не знаю, но там мне очень, единственное, мне непонятен путь. Вот те, которые в христианстве самые такие, они продвинутые считаются, они отказываются от продолжения рода. То есть, это очень странный путь, потому что Бог сказал плодитесь и размножайтесь и заселяйте землю. И откуда у них это взялось, что если я хочу идти к Богу, так я должен не выполнить это его указание и закончиться. То есть, не дать потомство. Вот это мне очень нелогичная мысль, кажется, почему они так решили. Я слышал объяснение, что у них... В общем, не буду. Я недавно смотрел просто в Витипедии, как-то я посмотреть... Я не помню даже, что я искал. Но я вышел случайно на стать... В общем, было государство. Там, где сейчас Йемен находится, 500-й год нашей эры, уже 500-й год. И царь этого государства, Йеменский, он принял иудаизм. И он принял иудаизм, и у него были учителя в Твери. И он, значит, пошел войной на христиан и на... На христиан, да, тогда не было еще мусульман, вообще их не было тогда, тогда еще не было. Это до мусульманский период. Были... В христианстве было две партии, которые воевали друг друг с другом насмерть, вообще просто уничтожали друг друга. Они думали, что... Ну, в общем, у них были расхождения... Расхождения у них были идеологические. А он принял иудаизм и пошел тоже на них, на этих христиан, прям вырезал их там, да, в Йемене в этом. Теперь, а эфиопы, которые были первые христиане в Африке, эфиопы, они пошли на него войной, эфиопы и Византия. Там, я вам говорю, такая, оказывается, начало вот этой вот христианской истории, это было что-то, ну, очень такое необычное, не то, что сейчас. Скучно и уныло. А? Скучно и уныло, да. Ну, сейчас скучно и уныло, да, вот подсказывает мне, да, относительно того. В общем, этот царь принял иудаизм, и в конце концов, в войнах с эфиопами он погиб. И сейчас нашли недавно его гробницу в Йемене, какое-то у него сложное имя, но он взял себе Йосеф имя, да, Йосеф, это в честь Йосефа, который в Египте был пример мейства. Все, мы продолжаем изучать мудрость царя Соломона. И сейчас у нас четвертый отрывок. Четвертый отрывок, он звучит так. Рум и наем, ворохав лев, нир, решаим, хатас. Хатат. Рум и наем. Спасибо большое. Да. Рум и наем, это высоте и глаза. Высоте и глаза. Четвертый отрывок двадцать первой главы. И широкое сердце. То есть, вот без комментариев, но как ты поймешь это, да? Высоте и глаза и широкое сердце. Дальше еще непонятнее. Нир, решаим, хатат. Нир это вспаханная борозда. Как тут переводят? Нева переводят здесь. Вообще, нир это вспаханная борозда. Когда пашут плугом и делается вот этот вот нир. Решаим, злодеев. Хатат, грех. Вот так вот набор слов. Ничего не понятно. Теперь объясняют наши комментаторы и сразу все становится понятно. Что такое румы и найм? Высоте и глаза. Это когда у человека глаза поднятые кверху, но не сердце. Не намерение. Что это значит? Есть такие люди, которые они очень такие интеллектуалы. Их называют высоколобые интеллектуалы. Акробаты пера и шакалы ротационных машин. Их называл Ильфа Петровна. То есть, они такие умники вообще, эти абстрактные такие умники. И они могут умничать про духовность, гурджиевы, блаватство. Эти жонглеры с мыслами. Это называется румы и найм. Высоте и глаза. Когда у него глаза подняты в абстрактные материи, но не сердце. На самом деле, сердце его в небо не тянется. Потому что эти все высоколобые интеллектуалы, они в принципе, ну очень такие часто порочные люди. Чисто если взять по человечеству, очень порочные и очень по быту неустроенные. То есть, они как бы такие. Ну, в общем, все знают этих интеллектуалов. Теперь, значит, Рахавлев, широкое сердце. Широкое сердце, это имеется в виду, если бы у него было высокое сердце, это сердце устремленное ввысь. А сердце, мы знаем, сердце это эмоциональная сфера человека. Такое, широкое сердце, это вожделение. То есть, его вожделение, они ко всему. Он как раз на уровне вот этих вот вожделений. Ему все хочется, да. Это называется широкое сердце. Это как борозда злодеев. То есть, вот эти два свойства. Это свойство интеллекта. Первое, высокие глаза, это свойство интеллекта. И, значит, широкое сердце, это свойство эмоциональной сферы. Это как борозда для злодеев. То есть, есть люди, у которых есть большая предрасположенность к злодейству, есть люди, у которых есть большая предрасположенность к садикам. Вот есть люди порядочные, говорят, он от природы добрый, или от природы порядочный. Вот есть люди, он такой вот прямой, порядочный, хороший, добрый, знаете, честный такой, не может обмануть. Ну, то есть, реально есть такие люди, они от природы. А есть люди, вот у них склонность такая, он такой порочный, прям смотришь на него прям вообще. Да, и значит, но это подготовка, это как, когда ты пашешь, ты плугом делаешь борозду, но ты в нее что посеешь, может вырасти разное, но на такой борозде, если с ней не работать, не поработать, вырастает что, хотат, вырастает грех, то есть это как раз прямой путь к тому, чтобы, когда человек жонглер с мыслами, то ему говорят, например, ты что-то неправильно делаешь, да, я все это знаю, я сейчас тебе сам все расскажу, да я, там есть такой Нисим Талиб, говорит, я типа, я, меня раздражают люди, которые дают мне советы, то есть, конечно, он самый умный, он выступил против всех, называется, да, Черный Лебедь, он говорит, все эксперты дураки, а какой эксперт, а кто не дурак, я Нисим Талиб, да, то есть он всех зачморил экспертов, доказал, что они никто не эксперты, и пишет дальше книжки, выступает на конференциях, кто остался один эксперт, Нисим Талиб, понятно, теперь дальше, но, говорят, что Машер Абейну, Моисей, когда на него, ну, есть такая, один из медрашей, одно из преданий, что послали одного, послали одного человека посмотреть на Машер Абейну, какой-то царь, знаете, есть царица Савска, к нему посылала делегации, то есть царь Соломон был мудрейший из людей, и как-то есть медраж, предание, что послали одного человека, один царь послал, послал, значит, посмотреть на Машер Абейну, и приезжает этот человек с портретом Машер Абейну, А тот смотрит, у Маши Рабейну это на лице все пороки, которые только есть, все там вообще, вот такой убийца, злодей там вообще, ну то есть, это такое предание. Так в чем здесь прикол? В том, что Маши Рабейну все это сумел преодолеть, и чем-то больше, ну то есть у него было, знаете, как есть такая в Талмуде, тоже как установка, одна из законов, что там, где стоят раскаившиеся, праведники, они на той ступени не стоят. То есть тот, кто сумел исправить и преодолеть вот это вот свои плохие качества, тот вообще там джекпот, ну то есть все. Понятно, да, идея? Ну это одно из преданий, потому что на самом деле есть другое предание, что Маши Рабейну от него такой свет шоу, что он вынужден был ходить в такой вот, ну у него завешенное лицо было, да, потому что от него шли прям лучи света, никто на него смотреть не мог. И на этом есть известная, как есть портрет, где Маши Рабейну Митиланджело сделал с рогами. Так откуда он с рогами был? Потому что на иврите написано, что от Маши исходили корней ор. Керен это луч и керен это рог. Так когда переводили с иврита, переводили на греческий язык, то корней, но они не знали точно, перевели корней это рога. И думали, что Маши с рогами, хотя корней ор это керен ор. Но есть, например, сейчас там фонд керен айсот. Керен это, ну как, это что-то вот такое, что выходит, да. В общем, идем дальше. Значит, четвертый отрывок нам показал, что высокоинтеллектуальность и широкосердие, да, это борозда для греха. Теперь пятый отрывок. Пятый отрывок такой. Машивот Харуц Ахли Мутар. Значит, Выколь Ац Ахли Максор. Значит, тоже непонятно. Первое. Машивот это мысли, царица Савская сама поехала. Сама поехала, говорят, что она к нему поехала, так удивилась его мудрости, забеременела и уехала. И эфиопские цари, ну это предание, эфиопские цари, они ведут свой род от царицы Савской и царя Соломона. То есть у них это предание, можете в Эдипедии набрать. Эфиопские цари, ну как бы у них предание, что они от царя Соломона. Значит, пятый отрывок. Есть такой человек, называется Харуц. Кто такой Харуц? Харуцим, вот их называют там пионеры, такие, которые тут переводят прилежные. То есть Харуц это такой быстрый, настойчивый человек, который с мерицем, да, то есть который все время действенный такой. А кто такой Эдз? Эдз это тот, который быстрый, но не прилежный. Чем отличается прилежный быстрый от просто быстрого? Прилежный быстрый, он в одну сторону прилегает, то есть он все время прилегает в одну сторону, и он, вот мы сейчас уже, 157 урок, да, 157 урок, это 157 уроков подряд, это называется Харуц, прилежный. То есть бах, утром сел, поучился, поделал все. Что? Написано, махшивот, размышления такого Харуца, они ему всегда ведут Ахли Мутар, только они его ведут к прибыли. То есть, что это значит? В любом случае, закон Парета действует и на Харуцим, и на быстрых, и на таких, и на таких, и на прилежно быстрых, и на суматошно быстрых, да, вот второй быстрый, это суматошно быстрый. Значит, 20% действий приводят к 80% результатов, и 80% действий приводят к 20% результатов. Теперь что получается? Если человек, у него есть цель, и он прилежный, и он двигается все время в одном направлении, то он по-любому, он даже если у него будет только 20% действий ввести к результату, а 80% будут его неэффективные действия, но так как он все время двигается к одной цели, то в любой случае его продвижение к ней будет достаточно быстрым и успешным. Но махшивот, если он будет думать, что он делает, то есть, если он будет оценивать последствия своих поступков, если он будет выделять те 20% эффективных действий, которые его реально больше продвигают к цели, и те 80%, которые менее продвигают, то есть, любое его размышление над его поступками, оно его продвигает дальше еще быстрее. Но даже если он не думает над своими поступками, в любом случае, у него все, что он делает, оно, ле мутар, оно его продвигает к какой-то цели. Понятно? То есть, оно, его мутар, это прибылик, прибытку. Ютер становится больше. Теперь, а дальше что написано? Веколь ац. Ац, это который, суетливый такой, он тоже вроде бы двигается. Но каждый ац, каждое его движение, ахли махсор, оно его только ведет к убытку. Почему? Потому что у него нет ни в чем накопительного эффекта. У него, он только расходует энергию, расходует силу. И если у него нет никакой цели, к которой он постоянно двигается, то получается, каждое его действие, оно только у него забирает. Он ничего не добавляет. Это как строить замки из песка. И большинство людей, вот они реально всю жизнь строят замки из песка. То есть, они чуть-чуть поделал здесь, чуть-чуть поделал там. Отвернулся, там слетел, а тут слетел. Опять чуть-чуть поделал здесь, чуть-чуть поделал там. И даже если, ну большинство людей, они и не харутсим, и не этсим. Они ленивые. Они есть еще этот самый, ацель. Ацель это тот, который ацелует, ленивый. Они вообще не двигаются. Но если уже все-таки человек двигается, так он должен быть какой харутс, прилежный. То есть, он должен двигаться к одной цели, по одному маршруту. И при этом макшивот его, они только добавляют. То есть, ему стоит чуть-чуть подумать, и каждое следующее действие еще будет более эффективно. Еще более эффективно, да? Это очень крутой отрывок, который дает реально понимание, как в этом мире создавать что-то большое. И раньше это было понятно. Невозможно было построить дом за один день. То есть, люди годами строили. Годами строили, там, десятилетиями дворцы. Одно поколение начинало, другое заканчивало. То есть, были у людей такие понятия, что ты, ну не можешь прыжками идти. А сейчас все быстро, быстро, быстро. Или вообще не делаешь, или суетишься. Все, понятно? Это очень крутой отрывок. Шестой отрывок. Шестой отрывок. Шестой отрывок такой. Здесь нам дается обратная сторона медали и говорится так. Но есть люди, которые говорят, нет, дайте мне все и сразу. Вот я хочу все и сразу. Как Остап Бендер. Да, дайте мне миллион, наблюдите с голубой каемочкой. Здесь нам объясняется, чего ждать таким людям, которые хотят быстро и сразу. Значит, Пуаль Ацарот Белошон Шетер. Тот, кто действует и хочет получить сокровища. Белошон Шотер это через язык обманы. Через язык обманы. Тот, кто хочет получить быстро через язык обманы, он хочет обмануть кого-то быстрее. И там все, то что. Эвель не дав. Значит, Эвель не дав. Это, значит, здесь так переводят. Стяжание сокровищ лживым языком, парганим и ветром. Значит, Эвель не дав. Мивакши. А, Эвель не дав. Все, понятно. То есть, тот, кто пытается получить от срод вот эти вот сокровища, да, Белошон Шетер обманом, через обман, он Эвель не дав. Что такое, представьтесь, вот если дословно перевести, Эвель это пар, и он еще его и давит. Как можно пар давить? Никак. То есть, он создает пар, который, его как бы и нету. То есть, он, ну, даже если он временно что-то создаст, это все равно будет некий пар, которого нет. Знаете, есть известная история. В Америке был такой человек, сейчас я не вспомню его фамилию, скорее всего. Он создал вначале биржу NASDAQ. Ну, то есть, крутой проект, она до сих пор, эта биржа есть. Медов его фамилия была, Медов. Помню, Медов или... Ну, в общем, ему дали, ему дали 75 лет тюрьмы. Пожизненно его судить. Пожизненно даже, да? Понял, о ком я, да, говорю? Не, ну, ему 60 лет, 80 лет пожизненно. То есть, он что сделал? Он вначале, ну, классный был проект. NASDAQ, все, человек мультимиллионер. Ну, радуйся жизни. Он, значит, придумал, он захотел стать самым богатым человеком, там, еще ему мало было, хотел стать миллиардером. Да, наверное, не знаю. И он говорит, вы знаете, какой я крутой? Давайте так, давайте мне деньги. Я буду их вкладывать в какие-то суперпроекты, инвестиционный фонд. И вы будете получать, например, если обычные, там, банки дают 2-3 процента, он им обещал, там, 10 процентов, 15. И он собрал 50 миллиардов долларов. Там, ему давали деньги все, такие, там, Стивен Спилберг, там. Ну, то есть, он реально был с хорошим именем до этого. То есть, он вначале создал себе имя, а потом решил обманом набрать. И он набрал, поднял этот мыльный пузырь, поднимал, раздувал его, раздувал. Это был... Маклин. Не Маклин. Его фамилия была... Медов. Медов, да. Он надувал этот мыльный пузырь, надувал, надувал вот этот пар, гонимый ветром. А потом этот мыльный пузырь лопнул, и его, значит, пожизненное заключение. Вот это яркая иллюстрация того, что нам предупреждал царь Соломон. И что дальше? А дальше он говорит еще хуже. Мивакшей мавет. Что те люди, которые так делают, они... Мало того, что они в лучшем случае создадут какой-то мыльный пузырь, потому что они не хотят прилежно долго работать. Они хотят создать быстро обманом мыльный пузырь. Но они еще и просят смерти. Как они просят смерти? А потому что обман и зло, это то, что вызывают духовную смерть и физическую смерть. То есть он, казалось бы, он делает двойной вред себе. То есть он создает в лучшем случае мыльный пузырь, который лопнет. Но сам процесс создания мыльного пузыря является причиной того, что на него приходит потом наказание в виде смерти, или преждевременно здесь смерть, или духовная смерть вечная. Поэтому я никому не советую заниматься обманом. И я до того, как стал религиозный, я общался с разными людьми. И я очень хорошо... Ну как хорошо? Был у меня период, я общался с людьми, которые такие... Ну полупреступный мир. То есть у меня через спорт... Я была... Очень они близко были. Спортивный мир и преступный мир. Особенно в 90-е годы очень много спортсменов перешли в преступность. То есть это были... Ну вот банды как раз, вот это все. И у нас полспорт-интерната это были вот эти вот банды. И я с ними общался, как бы... Ну мы тренировались. Тут я помню... Я помню очень хорошо. Я еще тренировался. Мне было где-то 19-20 лет уже после спорт-интерната. И мы в легкоатлетическом манеже тренируемся. И тут, значит, заходит парень, которого выгнали за спорт-интернат и за плохое поведение. Он вообще не учился. В спорте ничего не показывал. Ну то есть был такой. Но он здоровый, крепкий был парень. И тут мы тренируемся легкоатлетическим манежом. 90-й год. 90-й год мне было как раз там 17 лет. Ну 91-й, 92-й. И он такой заходит с чемоданом денег. За ним свита целая, человек 15, наверное. Ну братва такая, да. А там продавали Мерседесы автосалон. В манеже уже был автосалон. И он, значит, заходит, покупает сразу 5 машин там себе, братве, там все. И говорит, ну что вы бегаете еще? Ну там, ходите ко мне, поехали. И забирает еще там прям буквально ребята сразу к нему. И они, значит, брали кредиты, там обманывали. В общем, ну реально такая была братва-братва. Все, как это все закончилось? Кого-то убили, кого-то посадили. Он сбежал. Ну там и так далее. То есть это все мыльный пузырь, который как раз вот царь Шломо, он предупреждал, ведет к смерти. Это неизбежно. То есть зло, оно наказано. И даже если оно не наказано моментально, то человек, который его делал, он все время живет и ждет наказания. Он чувствует. Поэтому очень много вот этот преступный мир, они все сидят на героинах, там на наркотиках, на всем. То есть ему внутри плохо. Он вроде бы и нажил денег, но внутри счастья нет. И он все время вынужден заглушать этот боль, страх. Все время защищать себя от милиции, полиции, от законности. И защищать себя от таких же преступников, потому что у них это джунгли. Реально, когда ты заходишь в банку с пауками, то ты должен или их сожрать, или сожрут тебя. Других вариантов нет. Поэтому лучше к козлу не приближаться. И если бы нам в спортинтернате преподавали Мишли, это было бы очень прикольно. И он говорит, другая была бы жизнь. Теперь дальше. И последний мы сегодня изучаем отрывок. Значит, седьмой отрывок звучит так. Значит, шодри шаим и горем, ти меану ля сот мишпад. Значит, шодри шаим, это продолжение, как они будут наказаны, вот эти злодеи. То есть, сама схема. Значит, шодри шаим, это грабеж злодеев, а здесь переводят насилие нечестивых. Оно и горем, то есть, это то, что им вызывает наказание. Как это работает? Мы же знаем закон. Мера, что человек меряет, меряют ему с неба. То есть, и там, если закон, причина следственных связей. То есть, человек, который делает зло кому-то, он кого-то ограбил. Понятное дело, что тот, кого ограбили, он хочет отомстить. Он хочет отомстить. Теперь, если ты кого-то ограбил, то на небо, на тебя идет такая же волна. То есть, оно идет одно за другое. И их же насилие, оно на них же возвращается. Это как камень, который человек кидает в стену, и он на него разбивается от стену, и осколками летит на него же, только десятками осколков. И почему? Тимма, Ануля, Асот, Мешпад. Они отказались жить по суду, делать суд. Ну, то есть, идти по закону. И теперь они вне закона. То есть, мафия какие рынки контролирует? Серый рынок и черный рынок. То есть, мафия в нормальных странах, есть во всех странах, есть мафия. Только она контролирует не белый рынок, да, который люди платят налоги и так далее. Их должна, ну, по идее, защищает милиция, там, полиция и так далее. Но есть серый рынок. Как только ты говоришь, секундочку, я буду жить вне закона, тут же ты попадаешь под юрисдикцию мафии. То есть, ты живешь вне закона, мы живем вне закона. Значит, там, где все живут, поле, где все живут вне закона, значит, нет закона. Все. А если нет закона, кто выигрывает? Сильный. Все. И тот, кто себя поставил вне закона, то есть, он сам отрицает законы, а законы установил Бог. Нельзя воровать, нельзя обманывать, нельзя грабить, ну и так далее. То есть, есть законы, которые установил Бог. Ты выходишь из этого поля. Ты сам себя привел в то поле, где у тебя нет защиты. Вот так вот это объяснение предыдущего отрывка. Все. Давайте делаем выводы. Первый вывод такой, что все начинается с того, что человек своим неправильным мышлением и невозможностью обуздать желание своего сердца, он выводит себя из... Он как бы распахивает борозду для греха. Потому что если есть большие вожделения, мне надо их как-то удовлетворять. То есть, если человек хочет бухать, жрать и все, денег нет, а он хочет быстро это делать, так где он возьмет? Вот. Оп. Он уже подготовил борозду для греха. Подготовил борозду для греха, дальше он согрешил. Дальше дается ему вариант. Какой? Будь харуц. То есть, будь харуц, поставь себе цель, будь прилежным, работай, двигайся к цели. И тогда ты к ней придешь. Это тебе вот выход. Вот дорога прямая, понятная, да? Только нельзя быть суетливым, который цепляется за одно, за другое. А нужно быть прилежным, двигаясь к одной цели, размышляя, обдумывая, обучаясь и так далее. Теперь, но если ты не хочешь, пожалуйста, значит, у тебя другой вариант есть. Пытаться надувать мыльные пузыри. Но ты должен знать, что надувая мыльные пузыри, ты надуваешь мыльный пузырь, который даже если ты его надуешь, он лопнет. И мало этого, ты еще ведешь на себя отдачу, которая будет такого же уровня. И дальше тебе объясняется, нам объяснили, какая отдача. То есть, злодеям, их же насилие на них возвращается. И, значит, и что? И в конце, что с ними будет? То есть, так как они отказывались делать все по суду. Все. Это три вывода моих. Я вам советую, сделайте, пожалуйста, свои выводы. И поставьте цель настойчиво, прилежно двигайтесь к этой цели, каждый день размышляя о своем к ней продвижении. Не надо суетиться. Тем более, поле серого рынка, черного рынка. То есть, это вообще путь очень бесполезный и бесперспективный. Все. Удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, свои выводы. И давайте ВАИКРа начинаем распространять. То есть, мы классно двигаемся. У Якова Шатадина уже уроти набирают больше лайков, даже, чем мои уроти. Значит, понятно, что очень какие-то интересные уроти. Советую их смотреть и делиться ими. То есть, мы специально создали портал ВАИКРа, чтобы найти самые интересные уроти раввинов. Как раз вот создать новое поколение тех, которые хотят делиться. И, может, потом мы сделаем какие-то семинары, чтобы вживую встречаться и изучать божественную мудрость вживую. Все. Удачи, успехов. Пока.